Добрый день, меня зовут Патрик Вак. Сразу хотел бы извиниться, по-русски еще не говорю. И наступит то время, когда я выучу язык и буду говорить. Как я буду рассказывать не только о своей работе, но о том, как я организую финансирование, как вообще проводятся сопутствующие мероприятия, то есть в более общем плане. Я буду вести свое повествование с точки зрения западной, с точки зрения европейца, так как в России я лишь последние шесть лет и пока еще до конца не разобрался, как эта сфера работает здесь. Я француз, фотограф-самоучка и в принципе изначально я учился в университете в сфере экономики и иностранных языков. Вот здесь можно видеть, что делались очень неплохие презентации. Вообще начал изучать фотографию и занимался фотографией. Я первоначально в Китае. Туда я поехал, план был таков, жить там где-то, пожить там год-два. Но в итоге получилось, что я там прожил 11 лет. Я также остановлюсь на двух книгах, которые были мною опубликованы. Первая книга это с 2014 года. Новое празднование, так оно называется, так она называется. И вторая книга даст или, не знаю, пыль, наверное. Поделюсь своими мыслями, идеями насчет документальной фотосъемки. Сейчас вообще трудно сказать, где документализм. Многие вообще не видят, не понимают толком, что это такое, потому что уже в какой-то степени размыты границы, документальная, художественная и прочее. Документальная фотосъемка существовала давно. Но в такие годы, как, например, 50-е, 60-е или 70-е существовал определенный миф насчет того, каким должен быть документальная фотосъемка, что она как бы призвана изменить мир. Но немного позже эта сфера изменилась и туда было добавлено больше субъективизма. Говоря о документальной фотосъемке, сразу стоит отметить, что не все так просто, что нельзя жить, зарабатывать на этом. Поэтому большая часть деятельности посвящена тому, чтобы изыскивать финансирование, в том числе писать многочисленные заявки на какие-то проектные гранты и обращаться в соответствующие структуры с тем, чтобы изыскивать финансирование. So the first project that I'm going to talk to you about is a project called DUST. This is a project that I shot in the Xinjiang region. I don't know if you have people heard of Uyghur people. This is Xinjiang is a region in the far west of China. It's the homeland of a Turkish people called the Uyghur. And we have talked a lot about them for the past five years, because China has set up a concentration system to re-educate this population. I would like to stop on my book, which is called DUST, or PYL. I wrote it in the most distant western region of China. There is a certain population that has increased attention for the past five years. So I basically there is two periods in that project I started in 2016 and the main idea was to go to the far west of China and try to make a comparison between this American mythology of the conquest of the west and to see if there was kind of a contemporary version of this conquest of the west in China. The project can be divided into two parts. The first part started in 2016, and I went to the west of China to go to the west of China, and now I had to put it all in place to this part of China. So China under Xi Jinping, so Xi Jinping became the president of China in 2012, and since 2014 they started a policy called the New Silk Road Policy, , which is basically like a network of sea, air and land ways to export Chinese goods. And the main, the first step of that policy is actually the region of Xinjiang, which is inhabited by Turkey population, which has never really integrated into modern China. . And then in 2014, President of China and leader of Xi Jinping, . So when you are in this region, you are actually closer to Istanbul than Beijing. . So when I arrived there in 2016, people wear traditional clothing, women are veiled, you can see golden domes reminiscent of Central Asia, , and you can see Arabic script everywhere, because Uyghur language is a Turkish language written with Arabic script. . So you are not in China basically, you are in Central Asia. . 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 Это часть того, что считалось столичным городом этого региона и то, что уничтожалось в последние 10 лет китайскими властями, но то, что должно было быть местом, маршрутом для перевозки всевозможных грузов, где должны были проходить караваны с шелком и другими товарами. Вот этот регион, он в три раза больше, чем Франция, но население здесь 20 миллионов жителей. Чем занимался там я? Я пытался применять так называемую ландшафтную фотосъемку, которая использовалась в Америке в 70-е годы. И тогда это в этой концепции акцент делался больше на ландшафты, нежели на людей. So everywhere you go, the cities are building a major construction site and development. And the two main industries in the region, which are generating wealth, actually, are oil extraction in the desert and construction sites. But the only people who have access to those industries are Han Chinese people, emigrating to the region from the east of China. So one of the sub-topics of the book is the oil extraction. And usually like this gap between the wealth of the region and the poverty of the Uyghur people. Oil is everywhere. And the only industry, that's the main and only industry, that's the main industry... So what we do with it is, you can see a different countries. And the only industry that's... Do you have any interest in terms of the люди? Do you have any interest in terms of the income? И единственная и единственная индустрия, которую Уигур имеют в виду, это работа как рабочий рабочий в агрокультуре, особенно, как сахар. Здесь есть еще одна компания с американским мифом, где минориды, как Африканская коммуника, работали в сахарах. Здесь перекликается тот миф, известная история про Америку, где считалось, что в свое время меньшинства чернокожие занимались в основном сбором хлопка. И здесь та же самая ситуация, что местное население выступало в роли дешевой рабочей силы, собирало хлопок. Так, в 2016, я думал, что этот проект был уже закончен, и я пытался сделать это публикуем. И это было очень трудно. Я не смогу найти публикуем в хорошем состоянии. И тогда, в конце 2017, появились первые новости о развитии концентрационного системы в регионе. И из 10 миллионов людей из Уигурной популяции, 1 миллион из них были отправлены в концентрационные кампы для ре-едикации. В 2016 году я уже планировал, что мой проект подойдет к концу, и я смогу его опубликовать. Но на тот момент не нашелся подходящая организация, которая могла бы предложить выгодные условия. и как бы я находился в поиске. А потом выяснилось в 2017 году, что из 10 миллионного населения местного, а 1 миллион был отправлен в, если я правильно понял, в концентрационный лагерь, в котором было организовано переобучение вот этого местного населения. So, in 2019, I went back twice to the region and spent five weeks in the region. And the project became actually kind of a mirror project about what the region was in 2016 and 2017, and how in only two years it completely changed, it became a different world. В 2019 году я опять приехал в этот регион, обратил внимание на ту разительную перемену, которая произошла в нем за какие-то всего лишь два года. То есть регион абсолютно преобразился. So, Chinese communist flags were everywhere. I didn't find a single open mosque anymore. Many of them were destroyed and transformed into malls or parking lots. A lot of cemeteries were destroyed. Traditional closing had disappeared. Muslim scarves had disappeared. And any remotely Muslim or Turkish symbol had disappeared from the landscape. So, what was my view? Everything was completely different. It started to appear traditional Chinese communist symbols. Мусульманские одежды были разрушены мечети, кладбища и многое другое, что могло как-то напоминать о том, что было на тот момент, когда я был первый раз. что поразило наверняка больше всего это то что вот этот регион превратился в как бы тюрьму на открытом воздухе везде вот стояли эти как бы КПП куда бы ты ни пошел либо на какой-то шопинг в какой-то торговый центр или еще куда-то везде ты проходишь через этот КПП напоминает как security в аэропорту и еще и еще плюс и еще плюс и еще плюс время это в это еще было характерно для того времени. Там среди прочего стал появляться так называемый этнографический туризм, когда представители других регионов Китая приезжали туда с целью изучения местного фольклора. Что характерно, что в этом месте вполне себе нормально уживались два взаимоисключающих явления. Это туристы туда с других регионов приезжали, ездили на верблюдах, потом устраивали пикники и, можно сказать, хорошо проводили время, тогда как совсем рядом находились вот эти вот концентрационные лагеря. Денис, вопросы мы сейчас сразу по ходу или в конце? Если у вас есть вопрос, я... Вопрос чисто технически. А на какую камеру вы снимали данные рекламы? Это Мамия-7. Мамия-7. То есть это негатив или это слайд? Негатив. А какие-то были проблемы с властями? Как вообще вопрос аккредитации? На самом деле, как бы... Сейчас в России, конечно, у меня есть аккредитация, но за те 11 лет в Китае у меня никогда не было журналистской визы. Я в Шанхае создал компанию для ведения своей деятельности там, но периодически возникали проблемы в связи с отсутствием журналистской визы. Но, в самом деле, для этого проекта это было хорошо, потому что, когда у вас есть журналистская виза в Китае, и вы идете в Китае, если вы идете в Тибет, если вы идете в Шинчанг, или если вы идете в Шанхае и Бейджинге, то есть, когда вы идете в Китае, то есть, когда вы идете в Тибет или в какие-то другие районы, всегда приземляясь, там надо было ждать пока все будет организовано со стороны местных властей. Тот факт, что у меня не было журналистской визы, то, что я говорил по-китайски, давало мне возможность заниматься вот этой деятельностью в этом регионе. Вам удалось проникнуть поближе к концлагерям этих или там что-то поснимать там фантастические, эксклюзивные? Я, да, я там был вблизи этих концлагерей, меня там даже арестовывали. Вот эти все фотографии, изображения этих концлагерей, они попали уже в прессу, они там есть, но цель проекта вообще была иной у меня лично. То есть, не сколько эти лагеря, сколько показать, продемонстрировать эволюцию этого региона. Эволюцию или деградацию? Трансформацию в Китай, преобразование в Китай. Ну, по сути дела, одно и то же. Мы вас прервали, прошу прощения. У меня еще вопрос. Вы знаете, вот эта вот тема, она звучит, и мне показалось, что она замалчивается, естественно, в Китае. Была ли возможность у вас диалога непосредственно с китайцами, натуральными китайцами? Что они думают на эту тему? Удобно ли им на эту тему разговаривать? Готовы ли они делиться своим мнением? Есть большая разница, когда с китайцами говоришь на эту тему в пределах Китая, либо за пределами Китая. И я думаю, что многие люди в Китае в Китае не знают этого, и многие люди думают, что это, что они привели modernity. То есть, когда вы посмотрите на эту тему, что в Китае используются, это то, что в Китае используются в 19-х годах, когда они говорили о колонизации Африка, чтобы привести цивилизация, инфраструктура, религию. И это именно то, что в Китае используются в этой регионе. То есть, это репродукция империалистской нарративы. Именно то же самое. Многие в Китае даже не в курсе о том, что там происходит, и в принципе происходит воспроизводство того нарратива, который использовался раньше, когда происходила колонизация там, скажем, англичан или французов в Африке. И поэтому сейчас в Китае используется тот же нарратив. Еще вопросы? Или будем продолжать? Хорошо. Другая книга, о которой я хотел бы поговорить, называется «Новое празднование», «New Celebration». И это как бы провинция, там и город, и город, и провинция в одном, два в одном. Находится на юго-западной части Китая, и этот регион часто называют местным Чикаго. В городе много водоемов, и главный из которых – это вот две основных реки. Итак, это город, которая находится на верхней части Кюветки, как холл. И это окружается в море, и все время погибло. Так что это очень атмосферично, имеет очень сильную визуальную атмосферу. Место достаточно такое атмосферное, потому что место расположения города, оно как бы находится во впадине, вокруг горы, частые туманы. Очень так атмосферно. И я использовал эту город, чтобы поговорить о быстром развитии Чины, оборудование Чины, оборудование Чины, и о том, как страны строят, в несколько лет, города, которые занимаются десятилетиями, чтобы строить в Европе. Для чего я использовал этот город в своем проекте? Для того, чтобы продемонстрировать стремительность развития, урбанизацию, как это все здесь быстро происходит. Из сельской местности возникают внезапно города, на что, скажем, в Европе уходили бы десятилетия. В основе этого лежит концепция. Я не знаю, может быть, вы видели этот фильм, который называется «Метрополис»? Фритц Лонг, автор этого фильма. Ну, идея в том, что элита проживала в верхней части, тогда как основная масса внизу. Давайте посмотрим. So, basically, what the region they did, they forced half of the population, which is basically farmers, to move into urban areas without training those people. So you have a city where you basically you have farmers farming at the foot of, like, giant, very modern buildings. So it's a very striking visual thing for a photographer. то есть что произошло вот те кто те кто инициаторы этого проекта они за 100 фактически заставили местных фермеров представителей сельской местности просто стать фактически горожанами и приобщиться к тому образу жизни с которым они абсолютно не были знакомы не знаю что вы по этому поводу скажете но я считаю что вы по этому поводу скажете но я считаю что это как такой рай для фотографа где здесь такие интересные кадры можно снимать которые больше нигде не найдешь как скажем после третьей мировой войны когда ты видишь вот это вот свадьбу на фоне всего вот этого но что интересно в этой городе это конференция между традицией и модернизмом это значит что в Европе что произошло много лет назад но вы можете видеть это происходило в перед ваших глазах как изменения практически каждый день в этой городе это было даже быстрее чем в Пеиджинге или Шанхай что здесь привлекало меня то что здесь вот эти стремительные изменения происходят практически у тебя на глазах то что было в Европе тоже когда-то на определенном этапе а здесь именно сегодня ты наблюдаешь вот как все быстро меняется и basically the point of the book was to try and use like this one city as a platform to talk about everything that had been happening for ten years in China the fact that the country developed faster in ten years than maybe France had developed in a hundred years смысл вот этого проекта то что я взял за основу этот город было показать как все стремительно меняется за какие-то десять лет то что например во Франции то же самое могло произойти за сто лет and also of course talk about the environmental sacrifices that you do this when you develop that fast конечно же вот такие быстрые изменения они идут наряду с определенным вредом есть определенный вред для окружающей среды на фоне этих стремительных изменений yeah trying to use some characters as symbols of tradition within the background like this new city coming to birth здесь мы видим вот определенные персонажи а на фоне возникает возрождается новый город and that's also links to what I was saying about documentary photography and photojournalism that a lot of these images are staged some or not but like the previous portrait is something that I staged myself so it's not like I, you know, used an actor or something but I basically I find something, an element interesting there like this guy, this landscape and then I put them together and this is against rules of photojournalism опять же здесь можно говорить про вот так называемые правила фото журналистики я как документалист я нахожу каких-то интересных персонажей потом налагаю их на интересный фон и получается вот такая комбинация возможно появились какие-то вопросы по поводу этого проекта а скажите кто проявлял наибольший интерес к вашим работам я имею ввиду Европа или Америка кто наибольший интерес к вам и никто на самом деле как бы очень интересно почему потому что иная фотография она говорит гораздо больше чем некоторый документальный фильм да, там, 10 минут а одна фотография прям запечатляет целый сюжет вот это вот рождалось спонтанно или каким-то образом уже по каким-то таким наработанным так сказать приемам все как-то это выстраивалось это был наверное мой первый долгосрочный проект я тогда еще толком не знал единственно что я понимал что я должен приходить в какое-то место и неоднократно потом туда возвращаться ну я почему спросил потому что видно что точки пристрелены очень много на это ушло работы очень много на это ушло работы подготовительной то есть еще какая-то натуро природная имеется ввиду того мира который уходит и приходящая вот это уже так сказать псевдоновая цивилизация причем потому что эти человейники которые мы видим это одновременно новое но это уже и позавчерашнее и и и Да, это действительно идея, которую я пытаюсь экспрессировать с этими фотографиями, что у вас есть миксер элементов, которые были очень новыми для меня, и я думаю, что вы не имеете в Европе, это такая суперимпозиция рурального, европейского, модерного, традиционного, и это была вся идея для книги. Я этот смысл и пытался вложить в свой проект, в свою книгу, чтобы наложить персонажей из прошлого, представителей сельской местности, и показать их на фоне урбанистики. Конечно, ничего подобного сейчас в этом месте уже нет, потому что это место выглядит современнее Нью-Йорка. Это пугает. Я хотела узнать, входили ли вы в дома, знакомились ли вы близко с людьми там, приглашали ли они вас домой, и вот вы сказали, что еще говорили на китайском, то есть вы выучили, вы знаете язык. Да, я делал, я делал, я делал много друзей, в Шэнхай, которые меня пригласили к семьям. Но это не было частью проекта, да, снимать внутри семьи? Да, я ходил в гости, налаживал дружеские связи, это было. Нет, это было. Просто я не думаю, что имиджи были так хорошими. Есть некоторые, но я обычно их не показываю. Я больше фотографирую, чем фотографирую. Потому что внутри нужно использовать трепет. Да, но, конечно, тех, с кем я встречался в домах, это не были моими персонажами для фотографий. Для фотографий меня больше устраивали персонажи, которых я встречал в открытом пространстве на улице. And I'm really not a photographer, I'm really not good in intimate situations. I'm not a photographer of the intimate, I'm more like a landscape photographer or environmental portraits. But now I'm forcing myself to get into this, to add this layer to my project. But it's against my nature, to talk to people. То есть мне больше хочется снимать именно вот на открытых пространствах, ландшафты. И я иногда себя заставляю заниматься также вот чем-то более таким, как он сказал, интимным или внутренним. Но это все-таки противоречит моим реальным устремлениям. Извините, пожалуйста, у нас просто давно уже девушка спеша вопросов. А, да, здравствуйте. Мне, если позволите, два вопроса. Первый вопрос вам больше, наверное, к первой книге. Я закончила исторический факультет, и на первом курсе у нас был преподаватель, который говорил нам о том, что русский ход очень силен. Он говорил, кто бы нас не захватил, русский культурный код, он все равно будет превалировать. Но он сказал, если нас захватят китайцы, мы все станем китайцами. И, ну, как бы, относясь к первой книге, как вы считаете, насколько силен этот китайский культурный код, вот эта апроприация, да? И какое у вас в целом отношение к китайским людям? Первый вопрос, там вот этот вот культурный код, насколько он силен, да? Он сильный как бы в России, а какой он сильный в Китае, да, вы имеете в виду? Да, да. Что такое культурный код? Сложно-сложно объяснить, ну, как бы сказать, все традиции, все устои, вот сами, значит, уклад жизни, да. И ты。 Я не буду говорить о России и русской истории, потому что я не знаю, I don't know enough, но вот я знаю, что там, есть традиция на Чинесу национальном мире, и также, я бы скажу, 20-30 лет назад в Коммунистом China, that minorities should be, their identity should be respected and they should be part of a constellation of different ethnicities without China. And that radically changed with Xi Jinping. It means that he has a vision of China which should be only one people, one voice, one culture and that is the major problem with Tibetans and Uyghurs because they represent this far west of China which actually is one third of the country and there's always been a conflict. They don't want to integrate into Chinese mainstream culture. Me, of course, it's hard to think about what's going on in relation to Russian history. I don't know what's going on here. But talking about China, I want to say that if in the 20-30 years there was a lot of attention and attention and attention to the population, such as, for example, Tibet or this region, in which he worked on the first project, the population of Uyghurs, there was a lot of attention to the local identity. But with the arrival of Xi Jinping, everything changed, because he began to focus on what to make the Chinese people a unified nation. I can tell you, so I started work for National Geographic on the Uyghur diaspora in different countries. And the main, the biggest Uyghur diaspora outside of East Turkestan, Xinjiang, is actually in Kazakhstan. In Kazakhstan there's 300 southern Uyghur, who emigrated during Soviet Union, but they do not speak Uyghur anymore. So that tells you a little bit of what was a policy in the Soviet Union about preservation of national languages, because they do not speak Uyghur anymore. So in comparison to the Uyghur diaspora in Turkey, for example, which is actually even more Muslim than in their homeland, who speak the language, who basically have become like uber Uyghur, even more Uyghur than the Uyghur in homeland. The ones in Kazakhstan do not speak Uyghur anymore, but they are usually more educated and more secular. ... ... ... ... ... ... ... ... вот этой народности Вигр, которая уехала в Казахстан. Несмотря на то, что они потеряли свой оригинальный язык, их можно назвать более такой просвещенной частью населения. И они более светские по сравнению, например, с теми из этой народности, которая эмигрировала в Турцию. Спасибо большое за ответ. Можно второй вопрос по поводу фотографии? Вы сказали про основы фотографии. И у меня вопрос в современной фотографии. Нужно ли придерживаться этих основ? Или все границы уже смылись, и фотографии теперь больше как искусство, и какие-то основы уже не важны? Больше важно видение фотографа. Как Вы считаете? Вы имеете в виду документальная или художественная? Оба. Если вы используете на то, что вы имеете в виду фотографии, то быть, как вы можете быть артист, то есть ваша голоса и вы имя больше важны. So definitely know the fundamentals, but you should have your own voice as well. Что касается художественной фотографии, то, конечно, да, там все понятно. А говоря про документальную фотосъемку, то здесь, что интересует заказчиков, в основном это какой-то твой определенный подчерк, то есть ты должен быть узнаваем, и ты должен нести какой-то месседж, какое-то сообщение массы своей работой. Китай довольно-таки закрытая страна, и с этим родился вопрос. Был ли на месте у вас какой-то фиксер, именно китаец, который помогал вам работать, или это самостоятельная какая-то работа? Если был китаец, как он решал ряд проблем, которые, скорее всего, возникали при оформлении съемки, и на каких условиях? So for the first project that I showed you, I had half of the time an assistant, but for this, for the previous project, I had all the time an assistant because I was using artificial lighting, flash, so I had someone, a local fixer, to help me with translation, also, you know, give me tips about where to go, what to do, and also to help me with the lighting. Half of the time. In the first project, the first part I did, but then in the second part, in 2019, it was too dangerous to have an assistant. Говоря о первом проекте, то там частично был вот этот ассистент, который там на первом этапе этого проекта был, а на втором этапе первого проекта это было уже даже в некоторой степени опасно работать с ассистентом. А вот что касается второго проекта, то там, да, там помогал мне ассистент, в том числе с освещением, в качестве переводчика. А еще один вопрос. Спасибо большое за презентацию, это было потрясающе, фотографии потрясающие. И я хотела бы спросить, из второй части вашей презентации, мы могли бы видеть, что много, много фаршек, они очень погибли, и в целом, место выглядит как дурак, я имею в виду, не очень экологически чистый. Я имею в виду, что вы знаете, как чиновцы treat global warming, natural change, я имею в виду, как они treat these climate change issues, они это серьезно, потому что они вообще полутают так много, так что в социите, в целом, в этих городах, люди, они говорят о climate change, или они просто выглядят different to what's going on. Там, во второй части мы видели фотографии, где в том числе на заднем фоне много таких достаточно грязных районов, в том числе много тумана, и основная суть вопроса в том, что насколько внимания, сколько внимания уделяют местные китайские представители и вопросам глобального потепления. So, I would, two answers for that question. I think the main answer is that China is 1.5 billion people, and the main goal over the past 40 years, since basically the opening of China after the cultural revolution, so at the end of the 70s was basically to bring masses, hundreds of millions of people out of poverty. Отвечу на этот вопрос в двух частях. Первое, это то, что с конца 70-х годов основной задачей вообще в Китае было вывести население из бедности, и поэтому речь шла о сотнях миллионов человек, а сейчас население полтора миллиарда. И это очень, очень важно, и это уникальная, историческая accomplishment, чтобы в 40-х годы было бы, в 40-х годах, 4-500 миллион человек, как то, что такое, как то, что, как то, как то, или более, или больше, от победителей. Но это заключается от пожертвования. Однажды первые пожертвования с тем, что люди не имеют в том, что они не знают, что они имеют, что они имеют в связи, что они имеют за счет, что они имеют, что они имеют между людьми и государствами, где, по-моему, Здесь что мы наблюдаем, где-то 400-500 миллионов жителей местных, это где-то как целая Европа, можно назвать, что это грандиозное культурное достижение, когда вот всех этих людей мы выводим из бедности, вводим стабильность, но как жертва за это, китайское руководство требует от вас того, чтобы вы молчали, то есть речь идет об ограничении свобод. Безусловно нет, безусловно взялось, обеспечивая цbumей,, будут! Да, Idioma,媽, не Bitcoin. Но не общественно. Вот. Это нужно сажать. В Life. Бэesten direito. С Cosогonszt Sonоров, условия всего, 1 3rd of all land is basically polluted so now they actually comes into the mind of the people and that becomes a problem for the government because you can't have this kind of growth if you're basically starting to be environment environmentally friendly so yes now people start thinking about it but this is only a minority of the European middle class we were talking about all these grandioses достижения about the very strenuous growth of the VVP in the year where 10-12% all this is of course but this is all happened on the negative effects for the environment we didn't think about this because the main thing was to be and only in the last time the average population about the small percent of the population started to think about the threat of ecology И то есть тот воздух, которым они дышат, и ту воду, которую они пьют, эти мысли стали возникать. Да, ребят, последний вопрос. Да, буквально такой. Мне очень понравился вопрос от девушки про культурный код русский и китайский. Мне кажется, я могу немножко на нее попробовать ответить в связи с нашей беседой. Сейчас буквально. Наш спикер прекрасно говорит, как он сказал, по-китайски, но за шесть лет он, я так понял, не очень говорит по-русски. Это какой код, оказывается, сильнее? Ну что, давайте у нас еще есть что-то там, да, показать? Я пока показал треть того, что планировал. Но у нас, к сожалению, время уже, давайте мы. И еще одну поправку, просто основной проект Патрика про ульгуру. Потому что народность сейчас переводилась, ну просто, если не знание, ульгуру. Если вас интересует, вы можете его посмотреть. Патрик еще будет здесь находиться у нас на площадке, поэтому кто-то хочет в частном порядке с ним пообщаться. Я думаю, с удовольствием вам расскажет. Может быть, единственное, что я могу добавить, что если я только делал эти проекты, я бы был очень, очень, очень плохой человек. И единственное, чтобы финансировать, это абсолютно не экономически полезно, и единственное, что вы можете делать эти проекты, это делать коммерческий работ, или, например, trying to get grants от институции. И одна из замечательных вещей в Франции, что мы имеем много денег для культуры и grants, которые вы можете использовать. Единственное, что я, конечно, хотел бы еще добавить, как ко всему сказанному, то, что если бы я занимался строго только этим, конечно, я бы не выжил, потому что особых заработков тут нет. Но в чем прелесть Франции, в том, что у нас есть множество соответствующих грантов и программ, куда можно подавать заявки и, таким образом, получать финансирование для подобного вида деятельности. И хотел бы поблагодарить представителей фестиваля и Татьяну за приглашение, ну и Эдуард. Ну и вам тоже большое русское мерси.